Всем друзьям огромный привет! Сегодня я хочу показать свою коллекцию с циндапсусов или эпипремномов, но начну видео с моих новиночек, которых я вам еще не показывала. Вот такая красивая орхидейка у меня появилась, очень интересная. Попала мне случайно, и я когда пришла домой, я не заметила сразу, а уже дома, когда распотрошила я ее, я увидела, что у нее вот такие рябенькие листики, наверное здесь будет лучше видно, вот такие рябенькие, но видно, что солнца не хватало, и она не вся такая рябенькая, но вот такие старенькие листики, вот они видно, что такие рябые. Ну и Яндекс мне помог определить ее как Шилериану, если это так, подскажите мне правильно, я определила эту красоту или нет. Еще одна моя орхидеечка, она уже отцветает, пока я решила записать видео, это такая миничка, мелкий-мелкий цветочек, красивый цветочек, такой красивый белый цветочек, очень мне понравилось, вот, ну конечно отцветает, ну что-то новенькое расцветает, вот, тоже я ее выковыряла этот торфяной стаканчик, полностью не разбирала, просто вытащила пинцессиком торфяной стаканчик и досыпала своего грунта, я сейчас делаю так, с полки задохликов досталась мне вот такая хоя карноза, здесь 7 черенков, в активном росте, видите, вот ростик, тут вот ростик, я ее здесь уже пересадила, еще была на днях в ботаническом саду, поставлю вам фотографию, приобрела, но если честно брала только из-за этого горшка, очень мне нравятся такие горшки, ретро горшки со следами времени, прям очень-очень люблю, это была, я подпишу название и поставлю фотографию, как она была, а я ее решила вот так вот обрезать, сделать из нее бонзай, не знаю, насколько получится у меня, не получится, не страшно, потому что это такая, не самое редкое растение, венерин волос, очень давно себе хотела такую красоточку, но в магазинах мне казалось, что цена какая-то нереально была высокая, но этот, в принципе, простой папоротник, в ботаническом саду вот этот костик мне продали за 100 рублей, вот, ну а теперь пойдемте к моим красоточкам, очень ярко сегодня светит солнце, прям по-весеннему красиво и радостно, вот такой красивый сцендапсул золотистый растет у меня дома, крупномер, как я считаю его, очень эффектно смотрится, стоит у меня не, скажем так, не на самом солнце, видите, далеки от окна, не теряет пестролистность свою, очень красивый, быстро растущая лиана, неприхотливая, прощает все промахи, вот видите, у меня здесь зеленый и золотистый в одном горшке растут, пускает плети, в последний раз, когда я его мерила, ну, мыло растение купала, мерила плети, были больше двух метров, вот так вот у меня на булавочках притыкнуты они к багету, держатся прекрасно, не падает, ничего не теряет, отличное растение, неприхотливое, повторюсь еще раз, вот так он висит на окошке у меня сцендапсус или эпипремном энджелой, тоже красивый, не менее красивый, немножечко мелколистный по сравнению с остальными видами, красивая раскраска, как будто акварелью раскрашена, это один из моих любимых сортов, раньше он у меня стоял в другом месте, был не таким ярким, не таким красивым, как поставила его ближе к окошку, он прям воспряню, красивый, эпипремном энджелой, ну, или сцендапсус энджелой, по-моему, это одно и то же, вот этот вот сцендапсус похож на расписной, но я подпишу название, просто его не помню, очень плохо растет, очень капризничает, похож на расписной, но крупные листья, не экзотикой и не расписной, подпишу название, но капризный, видите, постоянно у меня крутит листочки, что-то ему, чего-то не хватает, бегаю с ним с одного окна на другое, но вот здесь вроде бы как бы получше стал выглядеть, даже, видите, выпустил два новых листочка, мраморная королева, да, Marble Queen, стоит у меня вот на такой стоечке с цветами, выпускает красивые пестролистные листики, потому что одно время были зеленые, я их просто срезала, срезала и укореняла, сейчас начну листики идти по сорту, тоже одна из неприхотливых, конечно, растет не так быстро, как золотистый, как хотелось бы, тоже эффектно, своеобразное, красивое растение, пестролистные листики, конечно, не из моих любимых, так, зеленые ветки, я повторюсь, что я вырезаю, они бывают, но больше, по большей части, когда стоит в притенении, тогда больше зеленого, когда стоит на солнечном свете, на ярком свете, то все в порядке, еще один мой любимчик, это Epipremum Happy Leaf, слышала, называют еще его яблоко, очень красивые, он покрупнее, чем Enjoy, но листики чем-то похожи, вот такие красивые пестролистные здесь, не скажу, что прям быстро-быстро растет, но растет, потому что, если вы посмотрите мои старые видео, там он намного меньше, я его не режу, хочу себе вырастить большой кустик, и здесь, в этом горшочке, по-моему, два череночка. И еще один долгожитель моей коллекции, это Epipremum Neon, я его подстригла, вот, были плети, прям доходили до потолка в этом, когда повесила его сюда, обрезала, поставила в землю укореняться, но, по-моему, не самое удачное было решение, они не укоренились в земле, может быть, если бы я в тепличке держала, вот, яркий, неоновый, еще один у меня обычный зеленый сциндапсус висит в таком подвесном кашпо, вместе с моими монстерками, ну, вообще неприхотливый, то, что мне очень нравится, то, что он быстро разрастается, это как вариант, как можно разместить растения. Ну, и напоследок хочу показать вам немножечко своей красоты, хотелось бы спросить, что вы хотите посмотреть в следующий раз, филодендроны или пепперомии, пишите в комментариях, до новых встреч, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok